Всем привет! Сегодня я решила приготовить блюдо, которое давно не готовила. Это бигус. Бигус это старопольское блюдо. Тушеная капуста с мясом, копченостями. Наверное, у каждой хозяйки есть свой рецепт тушеной капусты. Делюсь с вами своим. Если вы еще не подписаны на мой канал, приглашаю подписаться. 400 грамм свинины. Мясо нужно обязательно взять жирком. Нарезаю небольшими кубиками, приблизительно 3 на 3 сантиметра. Помимо свинины можно взять говядину, которую следует также нарезать мелкими кубиками. Общий вес мяса должен быть 400 грамм. В глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном наливаю небольшое количество растительного масла. Обжариваю мясо на огне чуть больше среднего до золотистого цвета. Для приготовления бигуса понадобятся копчености. У меня варено-копченое мясо и варено-копченая колбаса. Копчености нарезаю небольшими кубиками, примерно такого же размера, которыми я нарезала сырое мясо. Одну среднюю луковицу нарезаю небольшими кубиками. Нарезанные копчености и лук выкладываю к мясу. Обжариваю в течение 10 минут на среднем огне. Добавляю 2 столовые ложки с горкой томатной пасты. Обжариваю в течение 2 минут. Мясо пока отставляю в сторону. Тем временем подготовлю капусту. Мне понадобится 700 грамм квашеной капусты. Вкусную квашеную капусту я делаю сама. Готовлю ее за трое суток. Рецепт есть на моем канале. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Также понадобится 700 грамм свежей белокочанной капусты, которую следует нашинковать тонкими короткими полосками. Если квашеная капуста нашинкована длинными полосками, ее следует порубить помельче. Если квашеная капуста у вас сильно кислая, добавьте в блюдо немного больше белокочанной капусты. Мясо ставлю на огонь, добавляю 200 миллилитров воды и перемешиваю. Выкладываю к мясу квашеную и свежую капусту. Чернослив проверяю на наличие косточек. Промываю в воде, в кипятке я его не замачиваю. И выкладываю в капусту. Добавляю соль по вкусу, черный молотый перец и пол чайной ложки сахара. Также нужно добавить лавровый лист. Добавляю 3 листочка. Накрываю капусту крышкой и тушу в течение 2 часов на медленном огне. Из 9 делений тушу на тройке. В бигусе не должно быть жидкости. Если после 2 часов тушения жидкость все-таки остается, нужно снять крышку и дать бигусу тушиться еще какое-то время до полного выкипания жидкости. Такая капуста получается очень вкусной. Отличное сочетание мяса, копчености, капусты квашеной, свежей капусты. Очень вкусно получается. Попробуйте, приготовьте, вам точно понравится. Если вам понравился этот рецепт, поставьте лайк. Делитесь этим видео в соцсетях. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал.